С вами брокерская компания Кит Финанс. Меня зовут Дмитрий Шагардин. Я с удовольствием представляю, что у меня наш традиционный тренний видеобрифинг эспрессо 9.40 на часах. Василий присоединится к нам на следующей неделе. И напоминаю, что с расписанием всех мероприятий можете знакомиться на сайте broker.kf.ru. Записи видеобрифингов выложены на сайте youtube.com slash broker.kf. Переходим к рабочему столу и обсудим те события, которые произошли за эти два дня на мировых фондовых рынках. Что же там случилось и чего ждать нам от предстоящего дня и предстоящей, опять-таки, нетрадиционной недели. Мы начинаем с торгов фондовых на американских рынках. За эти два дня довольно интересная картинка сложилась. Вчера, вот мы видим картинку сейчас за два прошедших торговых дня. Даже можно поставить циферку 30, чтобы понять, как вели себя в фондовые рынки США на этой неделе. Мы видим, что понедельник был достаточно вялым днем. Закрытие, естественно, было ниже, чем уровни пятницы прошлой недели. Но вчера, вот вы видите, взрывная динамика в индексе S&P 500. В 18 часов началось это сильное движение. И это движение было причиной того, что вышел очень сильный индекс деловой активности промышленности в США, так называемый индекс ISM Manufacturing. О нем мы с вами всегда очень много говорим. И вопреки достаточно слабым региональным индексам, которые показывали снижение деловой активности, причем практически все региональные индексы показали снижение, тем не менее общенациональный индекс деловой активности ISM очень сильную динамику показал. Вот мы видим, в моменте, после выхода данных, индекс широкого рынка S&P 500 вырос, рост на почти полтора процента. Но ближе к закрытию ситуация несколько изменилась. И таким образом, с закрытия пятницы фондовый индекс S&P 500, давайте, чтобы было это четко видно, прибавил где-то 0,2%. Это с учетом снижения в понедельник. То есть в целом, с точки зрения американских торгов все неплохо складывается для позитивного открытия торгов в России. Индекс Dow Jones, кстати, вчера на позитивных данных по ISM Manufacturing обновил свои годовые максимумы в 1313 280 пунктов практически. Ну и отмечу, что индекс S&P закрепился выше психологически важного уровня, в 1400 пунктов. Фондовая Европа вчера была закрыта, торги у нас были, проходили в понедельник по Европе, и мы видим, что достаточно негативная динамика наблюдалась. КЭК-40 закрылся в понедельник с снижением на 1,5%, ДАКС немецкий – 0,6%. Испания с Италии опять были, как говорится, на коне, хуже рынка чувствовали. Ну, Испания минус 2%. Напомню, что в понедельник выходили данные по ВВП Испании. Страна скатилась в рецессию, достаточно негативная статистика была. Плюс агентство S&P, рейтинговое агентство понизило рейтинги по 16 кредитным организациям этой страны. В общем-то, Испания стала триггером для снижения довольно неприятного в понедельник. Тем не менее, британские индексы торговались у нас во вторник, в отличие от всей Европы. И вчера Лондон вырос на процент и три десятых. И достаточно позитивную динамику продемонстрировал. Азиатские торги сегодня проходят в зеленом цвете. В целом, по Азии тоже выходил большой блок статистики. В понедельник были опубликованы данные по индексу PMI, индексу делокинности промышленности Китая, которые оказались достаточно сильными. Все это поддержало настрой позитивный. И снизило ожидание того, что китайская экономика покажет нам жесткую посадку, так называемую. То есть, с этой точки зрения, все довольно-таки неплохо. Сегодня утром были опубликованы данные тоже по индексу PMI китайскому. Но данные вышли от банка HSBC. Финальная оценка. И она была пересмотрена в сторону улучшения. То есть, в целом, по Китаю вся статистика, которая выходила, достаточно была оптимистичной. И все это перекинулось на азиатскую сессию. Вы видите, что сейчас китайские фондовые индикаторы в лидерах роста 2,5% прибавляет индекс ССАЙ-300. Nikkei японский прибавляет 0,6% сегодня. И так, Австралия плюс 0,2%. То есть, в целом, тоже достаточно все позитивно. Хотя, по Австралии надо отметить, что позавчера, в понедельник, Банк Австралии понизил процентную ставку на 0,25%, если не ошибаюсь. Из-за того, что наблюдается некоторый спад в экономике. И понижение процентной ставки решил поддержать Банк Австралии экономику страны. Так что здесь тоже довольно все интересно. Но, в целом, отмечаю, что экран у нас в зеленом цвете. И все это предвещает достаточно позитивный старт торгов у нас в России. Фьючерсы на американские фондовые индикаторы на текущий момент прибавляют 0,2%. И фьючерс на индекс широкого рынка, июньский фьючерс на индекс S&P 500 сейчас закрепился выше отметки в 1400 пунктов, что также достаточно позитивно. Ну, вы видите, да, вчерашнюю динамику по индексу S&P тоже как раз в 18.00 после выхода данных резко индекс пошел вверх. Так как были закрыты большинство европейских площадок, то данные по фьючерсам на европейские индексы нам, в общем-то, ничего не скажут. Но вот по Британии вчера у нас торги проходили, и сейчас дилеры делают ставки на то, что FTSE 100 откроется снижением на 0,1%. Напомню, вчера он продемонстрировал очень-очень сильную выразительную динамику. Так, цены на сырье по-прежнему держатся на достаточно уверенных уровнях. Так, давайте посмотрим по нефти, что происходит. Нефть сегодня теряет на торгах 0,18%, но абсолютные котировки достаточно сильные, 119.44 по бренду. То есть, с точки зрения, нефть держится достаточно высоко и поддержит также позитивный настрой в эту среду. Американская нефть 105.90 и теряет 0,2% золота, 0,25% теряет вместе с серебром. Ну, в целом, такая довольно смешанная динамика по сырью. Но, в общем-то, в Шанхае медь сегодня прибавляет неплохо, и, в общем-то, вчера тоже динамика довольно выразительная была. 0,4% по меди, по цинку, 0,5% по алюминию, 0,5% прибавляем. То есть, здесь, с этой точки зрения, для металлургов также есть некоторое подспорье для роста. На валютном рынке ситуация достаточно стабильная, евро немножко корректируется сегодня. Ну, в целом, на самом деле, в нулях стоит абсолютное значение 1,3220. В целом, надо сказать по единой европейской валюте, что замерла на очень важных уровнях сопротивление. В том случае, если они будут пройдены, безусловно, нас ждет довольно хорошая позитивная динамика и хороший спрос на риск. Но пока мы эти важные уровни не прошли, ну, это диапазон 1,3280, где-то пока. О сильном спросе на риск я бы пока не говорил. Но так, в целом, все достаточно позитивно, как вы сегодня видите. В общем-то, здесь тоже никаких триггеров для снижения утреннего пока не наблюдается. Таким образом, в целом, можно говорить о том, что торги в России сегодня будут стартовать на положительной территории. И я думаю, что в целом с утра мы сможем легко увидеть индекс МВБ в районе 1480-1490 пунктов. Так, чуть позже подгрузим экран, посмотрим. Сейчас обсудим те события, которые будут двигать рынками сегодня. Так, открылся у нас экран с долговыми аукционами. И здесь сразу обращая внимание на Испанию, в 12.03 часов по московскому времени испанцы проведут три долговых аукциона. Будут предлагаться бумаги с сроками обращения до 2015-2017 годов. Объем размещения, к сожалению, не вижу. Но, тем не менее, безусловно, внимание в 12.30 на экраны, на динамику евро-доллара прошу обратить. Так, дальше. С точки зрения макроэкономической статистики день также будет очень важным. Сегодня будут публикованы окончательные оценки по индексам деловой активности по европейским странам. Напоминаю, что предварительные данные выходят у нас в середине месяца. И по Европе, к сожалению, в отличие от США и Китая, ситуация очень плачевная. Индексы PMI по Франции, Германии и еврозоне показали значительное снижение по апрелю в предварительных данных. Усилили тенденции, которые мы с вами увидели в марте. И сегодня лишь утвердят эти цифры в своих значениях. Вот по Италии сегодня производственный индекс также будет опубликован. Здесь ожидается снижение 47,1 пунктов. Напомню, что по индексам PMI в этот раздел он является 50 пунктов. Если индекс уходит ниже, значит, что деловая активность в промышленности, либо в секторе услуг снижается. Вот мы видим по Европе, по всей индексы держится ниже 50 пунктов. Вчера выходил индекс деловой активности по Великобритании. Он также зафиксировал снижение. Ну, пока индекс выше, 50 пунктов там держится. Но, тем не менее, тенденции тоже очень неприятные. На прошлой неделе выходили данные по ВВП Великобритании. И, в общем-то, страна скатилась вновь в рецессию. Впервые с 1970 года такая двойная рецессия наблюдается в Великобритании. Так что, в целом, где-то с 12 часов начнет выходить эта статистика по индексам PMI, европейским, окончательно. Там, может быть, немножко потрясти. В 16.15 пойдут данные из США. И напоминаю, что ключевым событием этой недели станет пятница, когда выйдет большой блок статистики по американскому рынку труда за апрель месяц. В целом, экономисты строят достаточно оптимистичные ожидания. И во вчерашнем индексе ISM Manufacturing компонента занятость была достаточно сильной. Все это говорит о том и в целом указывает на то, что ситуация на рынке труда несколько улучшается на американском. Ну, в общем, посмотрим. Посмотрим. В 16.15 выйдут данные от агентства частного ADP, которое отслеживает ситуацию в частном секторе США. И, согласно ожиданиям экономистов, 170 тысяч новых рабочих мест против 209 получила американская экономика в апреле месяце. В 18.00 выйдут данные по промышленным заказам США, данные за март. И здесь рынок, напротив, ждет снижение на 1,7% против роста на 1,3% зафиксированных в феврале. И, в целом, садись по промзаказам, может оказать несколько негативное влияние на ход торгов. Вот такой будет сегодня интересный, достаточно день. Днем данные по PMI европейским. В 12.30 аукцион испанский. И уже в 16.15 пойдет американская статистика. Будьте аккуратны и внимательно следите за всеми выходящими данными. Так, что еще надо отметить, что еще надо сказать. Давайте подгрузим монитор с индексом ММВБ. В общем-то, напомню, что на прошлой неделе индекс ММВБ тестировал очень важные уровни поддержки. Это отметка 1450-1440 пунктов по индексу нашему российскому. И хочу отметить, что уровни действительно очень значимые. И хочу отметить то, что 7 мая 2012 года состоится инаугурация президента Российской Федерации. И я думаю, что где-то сразу в течение вот этой недели, когда будет пройдет инаугурация, будет, наконец, утвержден состав правительства Российской Федерации. Это очень значимое событие для российского фондового рынка. Общался на прошлой неделе с нашими трейдерами, управляющими. В общем-то, все с нетерпением ждут этого события и считают, что это с инаугурацией объявлений состава правительства действительно вернет инвесторов на российский фондовый рынок. Политическая составляющая уйдет с нашей арены, с фондового рынка. И, в общем-то, действительно может принести волну оптимизма и волну новой ликвидности на российский фондовый рынок. Я, скорее, склонен согласиться с этим мнением и действительно думаю, что в том случае, если ситуация в мире будет позитивно складываться, судя по тем данным, которые мы получили по Китаю и по США в понедельник и во вторник, ситуация действительно не так плачевна. Ну, Европу пока берем за скобки. То, в целом, на этом позитиве и на свежей ликвидности российский рынок может отскочить от этих уровней значимых, которые мы тестировали на прошлой неделе, и по индексу МВБ, с моей точки зрения, может вполне на уровень 1500 пунктов и выше, впрочем, уйти. Так что еще не вся песенка спида, как говорится, да, и вполне-вполне ситуация может развернуться вверх, и можем нарисовать, возможно, вторую вершинку, возможно, просто техническую коррекцию. Но, тем не менее, от себя отмечу, что среднесрочный мой взгляд на ситуацию в экономике, на ситуацию на мировых фондовых рынках достаточно пессимистичный. То есть я не исключаю того, что мы сможем сходить еще вверх, но в целом на средний срок у меня картинка в голове рисуется очень и очень неприятная. Но в целом надо отметить, что май месяц для российского рынка является достаточно позитивным месяцем. Если возьмем историю с 2000-х годов по индексу MSCI Russia, то, по-моему, на проценты 60-х в среднем мы прибавляем в мае месяце российские индексы. Я предлагаю ознакомиться всем с материалом, публикованным на сайте broker.c.ru. Я там, в общем-то, провел небольшое исследование на эту тематику и действительно подтвердил то, что май для российского рынка достаточно неплохой месяц. Но в целом надо отметить, что в мае начинаются фиксации прибыли в целом по мировым площадкам. И уже июнь, июль месяц, август достаточно слабую динамику показывают, поэтому sell in May and run away поговорка в целом действительно работает. Так что я не исключаю того, что мы сможем нарисовать еще одну небольшую вершинку, в том числе и по российскому рынку, после чего я бы начал задумываться о открытии глобальных коротких позиций. Но посмотрим. Пока ситуация в мировой экономике, судя по последним данным, стабилизируется. Сегодня будет опубликован индекс Global PMI, который рассчитывает банк JP Morgan. И всем, кому будет интересно отследить всю эту статистику, присоединяйтесь ко мне сегодня в 12 часов на видеобрифинг «Своя позиция». На этом буду завершать наше утреннее мероприятие. Всем большое спасибо. Ожидаю позитивного открытия в район 1480-1490 пунктов по индексу МВ. Дальше ситуацию обсудим в 12 часов по московскому времени. Всем, кому интересно, сегодня можете послушать мое выступление на радиофинам.фм. Поеду сегодня в Москву, присоединяйтесь с 9 до 10 в программу «Сухой остаток». Буду рад, если подключитесь к этой волне и будете лицезреть и слушать мои мысли по поводу ситуации на мировых фондовых рынках. Всем большое спасибо. Всем до свидания. Встретимся с вами в 12 часов по московскому времени. Субтитры создавал DimaTorzok